Около двух триллионов гривен. Такова сумма ущерба, которую нанес Украине беглый президент Виктор Янукович. Эту сумму обнародовали на заседании Оболонского райсуда столицы. Сам беглец на слушание снова не явился. И судьи приняли решение заочно судить Януковича. Все видела Александра Васильченко. В деле о госизмене Виктора Януковича начат процесс заочного осуждения. Такое решение сегодня принял Оболонский райсуд столицы. Соответствующее ходатайство обнесли прокуроры после того, как обвиняемый второй раз не принял участие в заседании. Обвинение судей уже в который раз требовали, чтобы Янукович присутствовал на процессе или давал показания в режиме видеосвязи. Напомню, процедуру заочного осуждения могут применить, если подозреваемый дважды проигнорировал заседание и дело по сути. В свою очередь адвокаты выразили недоверие судям и потребовали явиться в зал генпрокурора Юрия Луценко. Но с какой целью? Защита так и не смогла объяснить. Суд не получает достатных аргументов для задоволения данной заявки. Позже защита показала увесистые 4 тома. По их словам, там расписаны причины неявки беглого президента в суд. Якобы Януковичу угрожают. Говорят, в документах собраны доказательства и показания свидетелей о покушении на экс-президента во время его бегства в Ростов в 2014 году. Все эти материалы адвокаты собирались обнародовать до принятия решения в заочном осуждении, но не успели. Теперь утверждают, решение Болонского райсуда будут оспаривать в Европейском суде по правам человека. Решение о использовании заочной процедуры, которое Генеральная прокуратура пыталась уже три раза протягнуть через суд, было принято. Это решение противоправное. Это решение открывает защиту двери до Европейского суду с правами человека. И это решение, которое было недоцельным в данном судовом заседании, оскільки все видели, мы уже шестый раз слушаем данную справу и слушали належным чином без соответственного решения про заочное заседание. Рассмотрели сегодня на заседании обвинительный акт. Адвокаты потребовали от суда, чтобы прокуроры прочитали его в полном объеме. Из документа следует. Януковича обвиняют в пособничестве российским властям в аннексии Крыма и ведении агрессивных военных действий на территории Украины. Рассказали прокуроры и о том, как Янукович бежал из Украины и уже там вступил в сговор с властью России. Как аргумент приводят пример. Письмо беглеца к президенту Владимиру Путину с просьбой вести войска на территорию нашего государства. По версии обвинения, ущерб, нанесенный в результате действий беглого президента, 1 триллион 800 миллиардов 352 миллиона гривен. Сьогодні был зачитан полностью обвинительный акт в сторону обвинения. После этого был визначен обсяг дослежения доказов. Было установлено, что, по-перше, будут изучаться письмовые доказы, документы, речевые доказы, выставки экспертов, аудио, видео, материалы. Материалы со стороны обвинения в первую очередь, потом со стороны захиста, также письмовые доказы. Если обвинения Янукович вернется к Украине и вернется к суду, то судовый процесс будет с самого начала. Следующее заседание, по сути, состоится уже 6 июля. К этому времени суд попросил предоставить все дополнительные письменные, аудио, видеоматериалы до судебного расследования. Александр Васильченко, Даниэль Косаковский. Подробности телеканал Интер.